Третья серия видео по игре Живая игра в онлайне В матче с живыми оппонентами То есть в версусы В предыдущих двух сериях Был обзор Клиента игры, его интерфейса Основных его Используемых функций В принципе их достаточно немного Они довольно простые По каждой функции я Рассказал Довольно детально подробно Также был Декбилдинг Рассказал по редактору Калод И показал основную информацию И также Показал просмотр Уже идущих матчей Других игроков в онлайне Также вся эта информация Она расписана подробно В написанном мною Мануале инструкции Инструкции по игре Которая выложена в нашем Комьюнити В разделе ссылки По ссылке Вот MTG XMatch По игре Документ на Google Drive То есть Детально Можно почитать Вот этот документ И там Собственно Все это тоже есть В предыдущих двух сериях Это Показано так скажем Вживую Более наглядно Переходим Теперь к самому основному К живой игре В партии в онлайне Ну Допустим Обычный игровой вечер Запускаем Клиент игры Саму игру Заходим на Немецкий сервер XMatch На котором я Все показывал И буду показывать Ну Сейчас тут сидит 418 игроков Зайдя на сервер Можно написать Вот В live chat Ну Что-то Типа там High all Например Поприветствовать людей Ну Можно ничего не писать В принципе Это Не принципиально Значит Ну Вот тут уже Люди Играют Достаточно Большое количество Партий Сейчас я Включил фильтры Чтобы По их Отобразить По всем форматам Соответственно Самые Как я говорил В прошлых роликах Самые Разнообразные Все Форматы Игр МТГ Ну то есть Такой онлайн МТГ клуб Который из себя представляет данный сервер 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 Это не единственный Вот этот сервер Немецкий Можно зайти на Азиатский сервер На американский Там Смысл и принцип В принципе Тот же самый Но я сейчас Не хочу Просматривать Чужие Чьи то Уже Идущие Матчи Я сейчас Хочу Сам Сыграть Непосредственно Самостоятельно В Онлайн Матчи Вот кстати Говоря По значкам Слева Это Тип Матч Можно увидеть Что Многие Играют В Простые Матчи Они Помечены Вот таким Символом Стола А кто то Играет И в турниры Они помечены Вот таким Символом Турнира Вот например Турниры По Значит Кто то тут Проводит По Легаси По Винтажу Айзер Револв Каладеш Ну Собственно Кто хочет Играть В турниры Я так думаю Можно общаться Здесь С людьми В чате Договариваться И Играть Вот В турниры Которые люди Проводят Устраивают Здесь На данном Сервере Ну Либо На каком Либо Другом Сервере На азиатском На американском Для игры В онлайн Матчи Я Возвращаю Себе Обратно Фильтры Об этом Тоже Было В Предыдущих Двух Роликах Оставляю Себе В списке Активных Матчей Только Матчи Столы Ожидающие Подключения Нового Игрока Убираю Уже Идущие Матчи Матчи То есть Которых Люди Уже Играют Которым Подсоединиться Новому Гороку Нельзя Можно Подсоединиться Только Наблюдателю Оставляю Матчи То есть Простые Матчи Не Турнирные Убираю Турниры Турнирные Матчи Убираю Не интересующие Меня Уровни Сложности Буду играть На уровне Casual Рейт Анрейт Оставляю Буду играть В модерн Поэтому Отключаю Все Другие Форматы Матчей И Оставляю Только Не Запарольные Игры Открытые Open Значит Играть В онлайн Матчи Можно Двояко Можно Двумя Способами Первый Способ Это Создавать Новый Свой Собственный Матч С помощью Вот Этой Большой Кнопки С символом Стола New Match Таким Образом Будет Создан Мой Новый Матч Новый Стол Которому Смогут Подключаться Другие Игроки Ну И На данном Сервере Они Довольно Быстро Это Делают Второй Способ Это Join То Подключение Какому То Уже Имеющемуся Матчу Созданному Другим Игроком Но К этому Матч Подключился Другой И Кнопка Join Пропала Давайте Пройдемся По этим Двум Способам Более Подробно Начну С Создания Нового Собственного Матча Вот Эта Большая Кнопка New Матч С столом Выскочит Окно Создания Нового Матча Здесь Необходимо Сделать Что Ну Вот Все Сделаны Настройки Они После Создания Матча Они Запоминаются И При Создании Нового Своего Матча Можно Их Заново Не Заполнять Значит При Первом Создании Своего Матча Что Нужно Что Следует Что Име Смысл Заполнить Значит Ну Найм Это чисто Такое Косметическое Поле И у меня Написано Там Простая Игра Тайм Лимит Это Время На Время На Матч Я Здесь Поставил 60 Минут Чтобы Людей Как бы Особо Не Ограничивать Также Следует Иметь Ввиду Что Бывают Матчи Созданные Либо Вами Либо Другими Игроками У которых Внутри Них Проходит Несколько Партий Вот Например Посмотрим На Чей То Созданный Матч Видимо В поле Инфо Винс 2 То есть Этот Матч Стоящий Из Двух Партий Между Которыми Дается Возможность Поработать С Своей Декой И С Своим Сайдбордом Соответственно Вот этот Таймлимит Его Можно Делать Больше Для Если Вы хотите Создать Матч Стоящий Из Многих Партий Ну Я Создаю Обычно Матчи Стоящие Всего Из Одной Партии Поэтому Я Ставлю Чтобы Людей Не ограничивать Таймлимит Ну Допустим 60 Минут Пасворд А это поле Нужно Для Запароленных Матчей Допустим Если Играете С другом Хотите Провести Друг с другом Партию Но Не хотите Чтобы При Создании Нового Матча К вам Вперед От вашего Друга Подключился Другой Игрок Нажимать Cancel И так далее Для этого Можно поставить На Матч Пароль Ну Я Сейчас Делаю Открытые Матчи У меня Пароль Не стоит Следующее Поле Это Формат Матча Модерн Стандарт Легаси Винтаж Ну Тут Все Понятно Значит Галочка Рейд Я ее Снимаю Потому Что Все Рейдинги О них Я говорил В предыдущих Роликах Они Большого Смысла Значения Нагрузки Не имеют По крайней мере На данном Сервере Здесь В общем То Люди Не играют На какой То Условно Виртуальный Рейдинг Как Это Делать В других Играх Играют Просто Друг с Другом На Саму Игру На ее Интерес На повышение Своего Скил Ну и Так Далее Значит All of It Это Тоже Поле Оно Как-то Связанное С Рейтингом В Принципе Здесь Я могу Сказать Что Если Вы Недавно Начали Играть Вот У меня В первом Скне Когда Я начал Играть В X-Mage У У У Случилось Что Я Пока Оставился С игрой Я Достаточно Часто Делал Квит Выходил Из матчей И Если В течении Дня Наберется Достаточно Много Таких Квитов То Игра В этот День Может Начать Не пускать Уже В новые Матчи Ну Это Все Фигня Ерунда Ни на что Не влияет И Дальше Игра Будет Пускать Вас Нормально То есть Эти Можете Тоже Не париться Не Морочиться Идх Power Level Настройка Нужная Для Игр Матча Формата Commander Game Type Two Player Duel Ну Это Стандартная Простая Игра Двух Игроков Дуэль Вот Здесь Есть Еще Другие Форматы Вот Что Такое Free For All Честно Говоря Не знаю Ну Короче Основная Дефолтная Настройка Это Two Player Duel Allo Rollbacks Такая Вот Интересная Галка Значит В Партиях Забегая Может Немного Вперед Скажу Что Играя В саму Партию Есть Возможность Так Назаваемых Rollback Что Это Такое Это Означает Что Игрок Ну Допустим Неправильно Сходивший Который Хочет Отыграть Ну Вернуться Допустим Назад На ход Он Может Запросить Rollback Нажать Кнопку И У Его Оппонента Выскочит Предложение Поступившего От Эта Игрока Давай Сделаем Rollback Оппонент Может Это Посмотреть Согласиться Не Согласиться Если Согласился То Происходит Rollback На Допустим На ход Назад Ну Я Эту Настройку Не Очень Люблю Я Как бы Люблю Играть Так Скажем По Принципу Ну Ошибся Проиграл То Есть Fireplay Были Были Мне Партии Когда Соперник В Настройках Игры Была Возвращ Rollback Он Часто Запрошил Rollback Откатывались На Ход Назад Мне Приходилось Вот Десять Тысяч Производить Этих Тех Самых Манипуляций Которые Я Сделал За Ход Переигрывать Свой Ход Причем Еще Такой Момент Что Переигрывая Ход Соперник Ты уже Знает Что Ты Делал До Rollback В этом Ходу Иногда Я Переигрывал Ход Таким Образом Чтобы Я его Переигрывал Не так Как Я его Играл В первый Раз Чтобы У соперника Не было Возможности Зная Мои Действия Которые Я предприму Как То Получить Преимущество В партии Ну Короче Все Роллбэки Если Вас Оппонент Запросил Роллбэки Ну Вроде Как Даже Так Некрасиво Ему Отказать А Вот Если Не Откажешь Согласишься То Все Вот Эти Переигрывания В общем Чтобы Всего Этого Избежать Лучше Просто Снять Эту Галочку Алло Роллбэк Тогда Ни Один Из Огроков Не Сможет В партии Запрашивать Роллбэки И Такой Проблемы Просто Напросто Не Будет Но Скажем В Играх В Реальной Жизни Там Я Не Знаю Есть Возможность Такая Что Люди Друг Друга Просят Откатываться Назад Или Нет Ну У Мне Окажется Что Это Легкая Бредятина Ну Как бы Ошибся Но Будь честен Ты Проиграл Не Нужно Делать Из Игры Какую Там Новую Другую Игру Следующая Настройка Free Mulligans Это Вы Задаете Количество Mulligan В Настройках Вашей Новой Партии Которые Можно Делать До Семи Карт То Есть Free То Грубо говоря Я Ставлю Настройку 2 В Настройки В партии Грубо говоря Я могу Сделать Бесплатных Свободных Два Мулигана Эти Все Два Мулигана Пересдача Будут До У меня До Семи Кар Уже Третий Мулиган Будет До Шести Кар Четвертый До Пяти По Стандартным Правилам Можно Поставить И меньше Мулиганов Некоторые Игроки Вообще Ставят Такую Настройку Ноль Мулиганов То Есть Грубо говоря Хочется Мулиганиться Первый Раз Уже До Шести Кар Предлагает Но Это Опять же Предмет Личных Вкусов Предпочтений Каждого Я По Аналогии С Другими Играми Ставлю Здесь Два Мулигана И В принципе Немного И Немало Я Эти Сер Настройки Это Для Формата Commander Судя По Всему Следующая Настройка Skill Level Эта Настройка Как я Говорил В предыдущих роликах Вы Вставляете Себе Такой Свой Ориентировочно Условный Уровень Вашего Скилла То есть Если Вы Недавно Начали Играть В магию И играете В X-Match Вы Можете Ставить Себе Уровень Бегиннер Играть С другими Бегиннерами Которые К вам Будут Подключаться Осваивать Игру Играть В общем Не Мега Крутыми Деками Ну Таким Образом Тренироваться Прокачиваться Скилл Левел Кажуал На котором Сейчас Играю Я Это Ну Наверное Можно Назвать Игра Чисто По фану Без Какого Такого Большого Компетитив Напряга Ну Казуальная Игра Ну А Сириус Это Уже Такие Настройка Для Таких Вот Более Серьезных Так Скажем Матчей Компетитив Игр Где Люди Играют Уже Крутыми Деками Играя Ими Своим Высоким Крутым Скиллом Ну То есть Люди Которые Хотят Дуэлиться Уже Так Скажем Серьезно Не на Шутку Следующая Настройка Винс Это Собственно Количество Партий В Матче Я Ставлю Себя Один То есть Ну Просто Грубо говоря Матч Стоит Из одной Партии Сыграл Партию Кто-то Выиграл Кто-то Приграл На этом Матч Закончился Если Поставить Количество Побед Больше То В матче Будет Несколько Партий Соответственно Между партиями Будет Предлагаться Возможность Поработать С сайдвордом И Вот Это Количество Партий Как я До Этого Только Что Недавно Говорил Оно Показывается В поле Инфа То есть Смотря на Чужой Кем-то Созданный Матч В поле Инфа Можно Смотреть До Скольки И Идет Тон Партий Значит Едем Дальше Ну Имя Тут Это Ваше Имя Пользователя Ваш Никнейм На сервере Дек В поле Дека Нужно Выбрать Деку Которой Вы Будете Играть В данном Матче Ну Соответственно Из Своей Папки Декс Я выбираю Свою Основную Деку Значит Здесь Путь К этой Деке Он сохраняется Приследующий Создание Матч Не нужно Будет повторно Ее Перевыбирать Даже Есть Какая Кнопка Генерейт Но Она Нужна Видимо Для Для Лимитных Форматов Где Можно Сейчас Я нажму Кнопку Генерейт Откроется Генератор Деки Это Наверное Больше Для Лимитных Форматов Какая Рандомная Дека Не знаю Что Говоря Не Пользовался Дальше Едем Это Первый Игрок То Вишья И Моя Дека Это Другие Игроки Второй Игрок У него Тут Всего Одна Настройка Человек Живой Оппонент Или Бот Ну Боты В этой Игре Я Насколько Понимаю Настолько Же Мега Не Крутые Как И В других Играх Поэтому Type Human Тип Человек Сделал Все Настройки Своего Нового Матча Но Они Будут Запомнены Игрой На Будущее Я Жму Кнопку ОК Чтобы Непосредственно Запустить Создать Свой Новый Матч Появляется Такое Окно Ожидание Оппонента Включившегося Игрока Матч Строка Матча Появляется В Таблице Идущих Матчей Со Всеми Собственно Указанными Установленными Мной Настройками Они Видны В этой Строчке Вот Подсоединился Уже Один Игрок Пока Я говорил Он уже Успел уйти Из матча И Ожидаем Нового Следующего Игрока Кого-то Пришел еще кто-то Не будем Отормодить Нажимаем Кнопку Старт Матч Игра Партия Начата Значит Select Starting Player Здесь Иногда Выскакивает Приглашение Выбрать Того Кто Делает Первый Ход Я Выбираю Себя Чтобы Получить Преимущество В начале Игры Происходит Стандартный Процесс Бросание Костей Которым Определяется Кто Ходит Первым Если Бросание Костей Показало Ничью То Идет Выбор Вручную Владельца Матча Игрока Который Будет Делать Первый Ход Данный Матч Мулиган Пересдача Смотрим У меня Есть Две Лэнды Меня Устраивает Я Эту Руку Оставляю Жму Keep Что Пересдать Надо Было Нажать Кнопку Мулиган Значит Как я Говорил В прошлых Роликах Здесь В правом Верхнем Углу Чат Ну Давайте Поздороваемся Напишем Нашему Оппоненту Моему Оппоненту Hi Привет Справа Внизу Лог Партии Вот Он Отвечает Hi Good Luck Ну Тоже Можно Ему Написать Good Luck Не буду Сейчас Вступать С ним В Длительную Полемку Чтобы Не отвлекаться И Собственно Первый ход Игры В данной Партии Это Мой ход Первая Фаза Upkeep Значит В каждой Фазе Выдаются Приглашение Позволяющее Разыграть Инстанты Наверное Заклинание Или Активируемые Способности Ну У меня Сейчас Маны Нету Ничего Разыграть Не могу Поэтому Жму Кнопку Данную Для Перехода Следующая Фаза Это Draw Взятие Карты Вот Эту Кнопку Done Ну Сейчас Игра Ожидала Другого Игрока У него Аналогичное Приглашение Вот Эту Кнопку Done Ее Можно Нажимать С помощью Пробела Или Завязать На Какой Либо Ход Кей Значит Фаза Моя Main 1 Здесь Я могу Разыгрывать Ленды Земли И Могу Разыгрывать Заклинания Так Смотрим Что Мыши С Кроллом Ее Колесико Так Ну Разыграю Я Пожалуй Вот Эту Ленду При выходе На поле Она Выходит Тапнутой Если Заплатить Две Жизни Я хочу Чтобы Она Была У Меня Тапнутой И Не Заплатить Две